Суд арестовал Игоря Маркова. Мера пресечения для Игоря Маркова будет равна двум месяцам лишения под арестом. Видать, он не только услышал, судья не только услышал, но и согласился со стороной обвинения, которая сказала, что Маркова нужно арестовать, потому что он либо попытается поделать улики на свою пользу, либо вообще скроется за границей. На что жена Маркова Инесса, которая, между прочим, на восьмом месяце беременности, сказала, да куда же он денется, у него двое маленьких детей дома, да еще и третий на подходе. Но, тем не менее, Маркова действительно арестовали, действительно, до 20 декабря. Должно сказать, что в суд пустили не всех, лишь 12 журналистов, между прочим, нас в том числе. Как только мы вошли, Марков не на камеру, поскольку видео и фотосъемку запретили, сказал, что объявляет голодовку. Хотя при этом он улыбался и даже шутил с нами, с журналистами. На вопрос судьи, кем он работает, ответил, народным депутатам. Хотя, напомню, что еще в сентябре высший админсуд столицы его лишил этих полномочий, а Европейский суд по правам человека их ему еще пока не возвратил. Не скажу, что два месяца ареста стали неожиданностью для Маркова и его адвоката. Но все-таки апелляцию подавать они намерены. Будем подавать апелляцию. Апелляция нам, естественно, откажет. Будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Мы обратились в Европейский суд с жалобой на нарушение прав Маркова при принятии решения высшим административным судом. Теперь мы обжалуем еще и это. Несмотря на холод, который здесь, на Крещатике, мы стали единственными, кто заснял автозак, в котором якобы должны перевозить Игоря Маркова в один из временных изоляторов в Киеве. Его там якобы продержат не более чем 10 дней, после чего отправят в один из киевских СИЗО. Какую именно, мы не знаем, нам еще пока не сказали. Но могу ответить, что, насколько мне видно, отсюда машина из-под Печерского суда, за двора еще пока не выезжала. Евгений? Спасибо. Это была внимательная Екатерина Деркач с последними новостями о бывшем депутате Маркове.